Железная дорога Это шарманка такая, знаете, машинисты раньше, когда в поездку ездили, там еду с собой убрали, инструменты Действительно, то, что поезда перевозят много людей, и то, что вести себя нужно хорошо, знают все А как именно себя вести? А что особенно нельзя? Дети часто пропускают важную информацию мимо ушей Ведь уроки со словами «правила» и «нельзя» такие скучные А вот слово «загадка» такое заманчивое Сегодня для школьников интереснейшая экскурсия в мотор-вагонном депо Кто ремонтирует поезда? Сколько нужно краски? И какова толщина стекла? Им ответят на все эти вопросы Сборочный цех, самый большой цех в нашем депо Значит, здесь делают у нас поезда полностью Когда они сюда заходят, разбирают их полностью Собирают их, красят, и они отсюда новые, готовые, целые, уезжают Вот эта штука называется бекер Значит, одна штука поднимает 160 тонн Один вагон, значит, весь порядка 60 тонн А если поезд 10 вагонов, он получает 600 тонн Представляете, сколько 600 тонн? Эта информация нужна детям, чтобы наглядно увидеть и запомнить Поезд не может быстро остановиться Его тормозной путь около километра Поэтому переходить пути нужно только в специально оборудованных для этого переходах А также по мостам и тоннелям Например, что поезд тормозил Машинист управляет краном машиниста Там подает воздух на опорном тормозду И поезд тормозит Вот этот кран машиниста, видите, вот это То есть, грубо, машинист сидит Положение переводит Тормозит, отпускает Вы видели, да, где там у нас вагоны поднимались Колесные пары выкатывались Потом их привозят сюда Значит, здесь их ремонтируют, обтачивают И видите, вот обточенная колесная пара Вот это не обточенная, а то обточенная Сколько это весит? Так, одно колесо весит 2 тонны А еще школьникам важно знать, как ремонтируют поезда, чтобы своими глазами увидеть, сколько сил тратится на восстановление вагонов, чтобы уважать труд людей. Не царапать, не портить электропоезда изнутри и снаружи. Ну и, конечно, детям хочется побыть на месте машиниста. Здесь множество кнопочек и телефон есть, и много чего интересного. Вот видите, да, там машинист сидит, вот там девочка розовая шапка сидит. С этой стороны сидит помощник, да? Вот они имеются органы управления, то есть вот это, видите джойстик такой вот, который джойстик? Да, вот этот джойстик. То есть если его вперед подать, его поезд поедет вперед, а если назад, он будет тормозить. Вот это есть такая автомашиниста, то есть машинисты программируют, ну там скорость определенную задают, электропоезд сам тормозит, сам разгоняется. Конечно, понажимать хочется, и у ребятишек будет такая возможность. Просто для них это еще сюрприз. Вот кто-нибудь из вас ехал в кабине машиниста на локомотиве самостоятельно? Мы сейчас попробуем. Каждый из вас поедет на локомотиве. Это тренажер у нас, который специально создан для машинистов, которых учат управлять локомотивом. Вот они сначала тренируются, учатся, а после этого садят их за настоящий локомотив, и они управляют поездом. Вот так выглядят счастливые дети. Учиться это здорово, захватывающе и интересно. Но вот удалось ли детям запомнить правила поведения, которые очень важно знать и соблюдать? Ведь железная дорога – это зона повышенной опасности. Проверим. Данил, скажи, пожалуйста, как тебе сегодняшняя экскурсия? Очень интересно. Узнал много нового. Узнал об управлении поезда и как вести себя на железной дороге. Когда поезд остановился, нельзя пролезать под колеса, потому что он может поехать. Марина, скажи, пожалуйста, какие правила поведения на железной дороге ты узнала? Что нельзя бросать камни или другие предметы в поезд. Потому что стекло может разбиться, и это все может закончиться травмой. Я узнал, что нельзя бегать на железной дороге, и нельзя проходить через железную дорогу на красный свет. Я ходил по электричке, управлял поездом и видел стоп-кран. И мне это очень было интересно. Отличная экскурсия! Большое спасибо! Большое спасибо!